Всем привет на канале Old Dutchman и сегодня у нас с вами в рубрике антология боевых искусств мира Хапкидо корейское боевое искусство. Многие туристы приезжая в Корею рассматривая достопримечательности прогуливаясь по улицам даже представить себе не могут что в Корее буквально каждый третий человек занимается каким-либо восточным единоборством в частности корейским направлением будь то Хапкидо, Тайквондо, Йомтасуль или тот же самый Тхиккён практически все люди имеют базовые знания в корейских боевых направлениях но данный выпуск посвящен именно Хапкидо семинарам тренировкам базе итак Хапкидо это боевое искусство Южной Кореи отличительной чертой Хапкидо считается ориентация на реальное боевое применение при противодействии любому в том числе и вооруженному противнику именно благодаря прикладной направленности высокой эффективности и относительной простоте технических приемов Хапкидо было принято на вооружение правоохранительными органами и силовыми структурами Южной Кореи а также рядом других стран в том числе США и Иран боевое искусство позволяет быстро нейтрализовать и обезвредить противника по своей природе Хапкидо не является спортивной дисциплиной ввиду жесткости и прикладного характера технических приемов а также использование принципа гарантированного поражения не позволяют проводить поединки без причинения вреда здоровью поэтому официально ни соревнований ни чемпионатов по Хапкидо не проводится однако весьма популярными являются показательные выступления демонстрирующие техники боевого искусства а также возможности организма человека которые развиваются посредством практики Хапкидо также боевое искусство включает себя работу с прикладными предметами такими как нож или короткая палка тонбон обязательным разделом единоборства на продвинутых уровнях является обучение техники защиты от нескольких вооруженных нападающих в данном случае сейчас мы с вами видим показательные выступления австрийской национальной сборной по Хапкидо приехавший на фестиваль в южную корею сейчас у нас на экране швеция и шведская национальная сборная показывает демонстрирует свои техники базу физическую силовую подготовку а также будут показывать потом приемы рукопашного боя именно основанные на приемах и комбинациях Хапкидо в настоящее время в мире существует несколько федераций Хапкидо крупнейшие из которых корейская федерация Хапкидо со штаб-квартирой в Сеуле данная организация занимается пропагандой традиционного именно жесткого стиля основанного на базе взятой заимствованной из айки дзюдзюцу еще одной крупной организацией является международная федерация Хапкидо которая представляет более мягкий стиль схожий с традиционным Айкидо дополненный национальными корейскими традициями суть Хапкидо состоит в том чтобы воспитывать человека формируя сильного и целеустремленного в себе бойца с определенными морально-этическими и нравственными принципами поэтому занятия особенно рекомендованы для детей и подростков в частности в школах проводятся как факультативно так и обязательная физическая программа для подростков с целью научить их приемом самообороны сейчас мы с вами видим часть семинара Хапкидо опять же это приехали французы в Сеул не только посмотреть красивую архитектуру погулять по магазинам прикоснуться к истории кореи обратить на себя внимание но также конечно же принять участие в семинарах где каждый может показать что-то свое и научиться чему-то новому от действительно сильных специалистов Южной Кореи по Хапкидо отличие Хапкидо от многих других единоборств заключается в том что уже с первого дана боец Хапкидо владеет всей базовой техникой это не просто угловатое исполнение приемов а точенный навык чтобы сдать на второй дан нужно продемонстрировать все базовые техники но с ограничениями по времени для третьего же дана нужно научиться проявлять себя в неудобных условиях к примеру с закрытыми глазами или сидя на этом же этапе подключается оружие меч палка или нож после того как третий дан получен работа над собой переходит формат психологического тренинга для ментального совершенствования от себя мне хочется добавить что выполнение всех вот таких вот приемов с выходом на болевой с удержанием противника под контролем требует не просто знаний техники приемов выполнения этих комбинаций но также приход превосходные знания анатомии человека потому что любое малейшее неправильное движение вы можете или вывихнуть сустав человеку или сломать руку это на полном серьезе я говорю мне вот так вот один раз вывихнули плечо на тренировке вернее плечевой сустав и я восстанавливался сначала где-то полгода я мучился этой болью думал само пройдет а потом все таки я в течение года еще восстанавливался после этой травмы это довольно таки жесткий и очень серьезный стиль если к примеру брать хапкидо как прикладное искусство то прежде чем его применять нужно думать а стоит ли его применять против человека которому вы можете действительно нанести колоссальный физический ущерб в этом виде боевого искусства или спорта нет чемпионатов так как это действительно прикладная дисциплина однако хапкидо это боевое искусство в котором есть на что посмотреть поклонники могут понаблюдать за бойцами на показательных выступлениях демонстрациях приемов комбинаций разбивание предметов особенно интересно наблюдать за выступлением опытных мастеров прошедших через многие годы тренировок и обучения определить степень мастерства можно как в любых других единоборствах по цвету пояса если ты новичок то естественно у тебя или белый или желтый пояс у мастеров черные пояса поединок хапкидо очень быстрый жесткий и максимально эффективный в уличной драке в нем как я уже говорил ранее используется принцип гарантированного поражения связки используется обычно два или три приема каждый из них может закончиться или нокаутом или переломом или болевым шоком основы хапкидо это приемы из борьбы различные заломы болевые приемы броски которые очень эффективны и эффективны в ближнем бою и при самообороне огромное внимание в хапкидо уделяется воздействию на анатомически болевые точки чтобы максимально быстро обезвредить своего противника именно поэтому боевое хапкидо очень популярна среди силовиков правоохранительных и частных охранных органов не только в корее но и во всем мире и иерархия мастерства является отражением индивидуального уровня владения системой хапкидо каждый более высокий тренировочный уровень включает себя новые усложненные техники и требует такого понимания искусства хапкидо которое возможно лишь при накоплении определенного практического опыта сейчас мы с вами видим демонстрацию приемов на синий пояс то есть для сдачи экзамена на синий пояс по хапкидо и что характерно многие из этих приемов очень схожи по внешнему виду и по техническому исполнению с приемами из дзюдо то есть хапкидо не стоит на месте хапкидо постоянно развивается это не только воздействие на болевые центры и точки человека с целью взять его под контроль вывести на болевой или на удушающий это система которая за счет компиляции техник заимствованных в других направлениях постоянно ищет свой путь развития и довольно таки неплохо потому что любой человек который хотя бы лет пять от занимался хапкидо действительно имеет в этом понятие и может применить это на деле не просто бездумно хвастаясь тем что он занимался когда-то хапкидо и через три дня получил черный пояс перепрыгнув с желтого на черный человек этот действительно отдает отчет тому что он может применить как он может применить и с какими последствиями как для себя так и для своего противника надеюсь видео вам понравилось не забудьте подписаться на этот видео канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий нажать на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале и получать уведомления о новинках у нас на канале и будьте нам здоровы занимайтесь спортом занимайтесь восточными единоборствами ибо под лежачий камень вода не течет всем удачи пока